Хай! Эдер присоединяется к отряду в самом начале игры, может быть воином, авантюристом или мультиклассом. Для авантюриста у него плохие статы, мало точности, мало скорости. Для воина отличное, много телосложения и силы, что дает ему плюс 24 единицы стойкости. Для воина в игре есть много тяжелых доспехов и щит имба. Мультикласс ничего не даст воину от авантюриста, из-за тяжелого доспеха и низкой скорости атаки. Эдер в первой части был танком, будет танчить и во второй. В самом начале игры на острове Маже в ингвитанских раскопках вам нужно будет пройти испытания огнем. Круги, первый, третий, четвертый. И забрать меч в комнате. Это меч гладиатора. Хорошее качество, дает крик, плюс 5 уклонений и плюс 15% урона, если используется со щитом. Для начала игры сойдет. С самого начала игры у вас будут куски меча Шопот Йенвуда. За 1500 его можно будет пощинить в литейной марихе. Шопот Йенвуда. Меч отличного качества. Самое главное, он дает 50% промахов, становится легкими попаданиями. 25% легких попаданий становятся обычными. В Никитаке к вам подойдет посыльный и пригласит вас к Дэрио. Появится квест Зов Корнета. Дэрио попросит украсть Корнет из вилла Токана в Змейном Венце. Второй Корнет находится в подземельях Никитаки. Видно старый город. Нужно нырнуть в бассейн и поймать ракушу. В старом городе в храме Ондры двумя корнетами вы откроете дверь и заберете щит. Скальд Кадфу. Большой щит. Он дает 3 уклонения и скелется от Атлетики. Также он дает минус 10% входящего урона. На острове Кругспур вам нужно будет украсть доспех у торговца. Это черненый пластинчатый доспех. Легендарного качества. Класс защиты 14. Его нужно загрейтить. Смазанные шарниры, минус 15 время восстановления и постоянный рикошет. В будущем вы потопите корабль ублюдков с черного острова и получите меч Капана Тага. Навыки. Поскольку мы будем проходить игру со щитом в Скальд Кадфу, качаем Атлетику. Пассивные навыки. Устрашение или выживание. На втором уровне качаем искусный шквал, чтобы компенсировать низкую точность и штраф щита. На третьем уровне берем боевые стойки. Сейчас активируем стойку завоевателя, чтобы было больше точности и уклонения. Также берем целеустремленность. Плюс 20 к защитам, интеллект, восприятие, телосложение. На четвертом уровне берем уверенная техника. 30% легких попаданий становятся обычными для знакомого оружия. На пятом уровне берем искусные удары и быстрое восстановление. Уровень 6. Оружие и щит. Обычно советуют брать энергичную защиту. Я прошел игру дважды без этой способности. Если у вас удар умирает, тогда берите. Уровень 7. Бесстрашие и контроль над телом. Уровень 8. Неудержимость. На девятом уровне мы берем стойку стража. Ее нужно будет активировать. Также мы берем аграцию в доспехах, чтобы уменьшить штраф от доспехов. На десятом уровне мы берем волю. На одиннадцатом уровне мы берем оружие в одной руке и невероятную удачу. Двенадцатый уровень. Превосходное отклонение. Тринадцатый уровень. Несгибаемость. Боец падает и снова встает, чтобы мстить. Проблема в том, что эдар уже не может упасть. Берем для очистки совести. Также на этом уровне берем стойкость. На четырнадцатом уровне мы добираем последнюю защиту. Реакция. На пятнадцатом уровне мы берем специальное оружие. Вдохновение порядка. Плюс пять ко всем характеристикам на 30 секунд. Конечно берем. Великая душа. Плюс одно очко усиления. Абсолютно бесполезный талант, если учесть, что количество костров в игре не ограничено. Ярость бывалого. Шанс получить одну дисциплину, если боец получает крит. По эдару на шестнадцатом уровне тяжело попасть, а здесь о крита говорят. Критическая защита. Десять процентов критов становится обычными попаданиями. Берем, чтобы ярость бывалого вообще перестала работать. Уровень семнадцать. Мастера оружия. Восемнадцатый уровень. Абсолютно безразлично, что брать. Берем плюс одну дисциплину. Девятнадцатый уровень. Престиж и больше урона от критов. Двадцатый уровень. Выносливый защитник. Вы могли заметить, что я сначала беру защитные способности, а не атакующие. У эдара низкая скорость атаки. Он не меч, он щит. Его задача танчить. Способность энергичной защиты и непреклонность ситуативной зависит от вашего стиля игры. Можно также взять рывок, чтобы было веселее играть. Эдар сменил оружие и все враги упали. Это баг игровой механики. Стойка стража. Игра при смене оружия думает, что враги порвали связи и эдар сбивает их с ног. Эту фишку можно проделать только один раз, потому что эдар теряет связи. Теперь ему нужно отбежать, чтобы враги подошли и образовались новые связи. Продолжение следует...